История практически не сохранила никаких деталей жития святого. Известно, что Арсений Каневский родился в пределах Нижнего Новгорода. Побывал на святой горе Афон, где получил благословение возвращаться назад, на русскую землю, дабы основать монастырь. Он прибывает на остров Каневец, на Ладожском озере. Попытки найти более уединенное место не увенчаются успехом. Дважды он выходил в море на лодке, чтобы продолжить поиски, и дважды его возвращало на остров Буря. Тогда преподобный не усомнился в том, что это промысел Божий, и он должен основать обитель именно здесь, где суровая природа и тяжелые условия выживания. В этом пустынном месте он начинает подвязаться, и, как обычно бывает, подвижник в святой жизни человек, трудясь в одиночестве, образом жизни своей начинает привлекать на это место иных людей, которые желают такого же образа жизни, как и он. Постепенно собираются братья монастыря, строятся храмы, и обитель начинает существовать. За сотни лет монастырь претерпел множество бед, был разрушен шведами в результате русско-шведской войны, поврежден во время финской и Великой Отечественной войн, пережил гонение на веру. Советский период был закрыт, и его занимали военные, возобновил свою работу лишь в 1991 году. Случайный визит Владимира Путина в 2016-м на остров Каневец подарил обители вторую жизнь. К юбилейным торжествам она будет полностью восстановлена. До Каневского монастыря от нас тысяча километров, и побывать там сможет далеко не каждый. Поэтому архимандрит Каневского монастыря Владыка Игнатий благословил, чтобы частица мощей преподобного Арсения Каневского покинула стены обители и прибыла на Смоленскую землю. Сейчас мощи находятся в Рославле, а 2 ноября они будут доставлены в Десногорск. Я всех приглашаю, конечно же, в эти дни посетить наши храмы православные, чтобы поклониться этому великому угоднику Божию, который свою жизнью явил множество чудес. И молитва перед его мощами, конечно же, бывает им услышана. Поэтому каждый сможет прийти, помолиться о своих родных, близких, о своих нуждах, каких-то бедах. И будем надеяться, что преподобный Арсений, который основал такой замечательный обитель на Ладожской земле, поучаствует и в нашей с вами жизни. Мощи преподобного Арсения Каневского будут находиться в нашем городе со 2 по 6 ноября. В 3 часа дня 2 числа святые мощи будут встречены в деревянном храме святителя Стефана Великопермского и пробудут там до воскресения. 4 ноября в 15.00 они будут перенесены в собор иконы Божьей Матери всех скорбящих радость. Для поклонения верующих мощи будут доступны до вечера 6 ноября. После чего они будут возвращены в святую обитель на Ладоге. Продолжение следует...